кстати вот это вот сейчас видите что я делал почему это ветки валяются вот они прививки вот это тоже межвидовые прививки почему потому что здесь у меня на абрикос привит персик вот здесь у меня ну где побольше прививок я еще не все сделал я использую каждую ветку вот любая ветка почти вертикально или вот этих на эти будет привит еще персики вот они персики но мне этого мало вот второй персик третий персик 4 персик это уже черный абрикос а здесь я уже на сливу наоборот привил персик вот увидите вот он вот межвидовая но с прививками то легче я по крайней мере над собой не делаю никаких страшных усилий понимаете вот таких нравственных чтобы я еще кастрация занимался а без этого уважаемый коллега мой оппонент в данном случае оппонент ни черта не получится без кастрации это потерянные годы так что платить вам не придется мне вот тем более надеюсь убедило что она и не надо вот вы знаете сейчас бы моя любимая тема да вот посмотрите что делается вот эти вот ветки будут перепривиты вертикально перепривиты вот эти вот перепривиты а это только начало вот этот закуточек я называю тепловая подушка вот этот здесь у меня без укрытия растут даже эти вот это у меня растут академики без всякого укрытия у меня я буриданов осел в хорошем смысле я думал думал вот здесь уже Ирина Савинич мы с ней выкопали два сеянца академика для нее эти ямки а почему оставил раз два три четыре пять уже хотел чтобы между ними хоть побольше расстояния было но куда так ближе-то и все-таки решил смотри по-разному вот этот вроде бы в дикаря пошел вот академик а вот это явно культурный академик но это все они знаете какие преподносят сюрпризы и пусть они между ними 50 сантиметров и пусть они растут оба до теплоотношения вот я должен подтверждать что потому что меня спровоцировали вот хорошем смысле слова а выпускницы тебе резинки накинувшись на меня ака ака львы на агнца агнца это я правда потом оказалось наоборот вот а в тот момент одни взяли и преподнесли наверно это будет уже второй фильм первый был про межвидовой прививки а это чуть тема другая просто не могу я сейчас отдыхаю душой вот получились раз вот видите два сеянца три и посмотрите какая разница огромная вот он культурный вот он дикарь вот он показать такого дикаря вот это не привык и сеянец амура вот видите вот теперь вы знаете когда вам будут это лапшу вешать на рынке и подсовывать непривитых дикарей вот пожалуйста вот а это полу культурный это явно академик вот 5 мне их осталось самый рослый оставил видите вот и вот здесь будут плоды надеюсь ну может не 100 грамм как у академика у моего клона академика ну пусть 50 но это доказательства чего все скажу а вот это вот но явный дикарь но он тоже это сеянец академик вот а мне нужно закончить спор почему слово против слова они мне мордой вы мошенник не вы занимаетесь мошенничеством и обманом это я потому что продавая косточки у вас ваши костика вырастут это я цитирую да вырастут жердели и дикари нет там было слово дички вот ну вот посмотрим ну поживите поживем еще надеюсь и они бы надеюсь будут живы так хочу чтобы они были живы здоровы кто-то через год-два когда вот это все я говорю ну когда же вы появитесь за цветочной почки вот цветочная шпорца уже есть еще годик на 4 это им 3 года и тогда скроется истина а я тогда еще дальше сделал а вот здесь вот у меня была целая грядка такая же допустим тут их было 20 косочек самых огромных плодов сто сто двадцать грамм академика это было особый опыт а здесь самые крупные королевские причем что интересно вторая грядка а выжил один вот но посмотрите какой вода на нем написано видите вот видите абрикос академик так вот они первое слово сея нет сея нет все по-честному так вот посмотрите какой он культурный да а они меня по морде а я мошенник а я врун или как там обман и мошенничество в лекарстве интереса же жить то я впервые ну вот что было делать небо я может от 30 20 лет назад мне это мне уже тогда были 100 граммовая абрикоса что тогда не мог вырастить но тогда мне мошенничество никто не обвинял а тут на тебе на старости лет мне исполнилось 70 лет а мне бах мошенничество вы представляете друзья и вот одно из мошеннических этих самых пожалуйста вот он якобы дикат поверьте мне абсолютно культурное дерево но видите веточки я выбросил я не стал их продавать от обрезкового взял специально извините это из насилие над деревом издевательство конечно кастрация это еще страшнее в сто раз но это издевательство для того чтобы она раньше заложил цветочные почки ну давайте искать цветочные почки ну в порции готовы по идее в этом году зацветут или в следующем самое позднее пока определить не могу но до того интересно жить друзья за одним показал бы вам еще кое-что у меня когда исполняется 29 минут берет отключается всего 17 минут я проговорил видите есть такие прекрасные сорта а самое главное то здесь не то вот это бывшие выгребная яма но слова грибная не подходит здесь два года складывалась бытовые отходы я их привозил с города упаковки там бумага там объедки там все 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 и все это оказалось тут два года наполнял эту ям глубина была метр тридцать где-то ширина вы видите около двух метров длина ширина и здесь по деревне ходит огромная импортная вот такие деньги тратили же блять ведь я уже матом машина мусорная а я мне не положил ни разу ни одного кулечка вот все тут вот и теперь представляете на 20-30 лет у меня обеспечено едой халявные вот этот вот вот это слива герка и это же персик который привез на китайке вот а на том участке я показывал мне там я вы были 30 35 лет назад заложены а вот давайте случайно там эти огромные груши которые это до 10 метров высотой вот продает теперь эти груши падают разбиваются но мне надо было доказать я свое доказал что вот это все как экологическая катастрофа это то что это не закапывается вывозится я цел на этом стоять буду я уже призывал путина владимир владимирович вместе с охраной возьмите лопату у себя на даче выкопая яму и покажите пример что надо туда все скидывать вот вот таким путем очистится планета они так как сейчас пластика надо отказываться понятно а стеклянных бутылок надо отказываться понятно вот или сделать их оборотом чтобы их не каждый раз выпив это пол литра пива или там еще чего-то чтобы их не выбрасывать опустить в оборот как советское время надо по хозяйски подходить ну а если вернуться обратно посмотрите что такое тепловая подушка вы видите мы в тень вот вы видите забор кстати за забором 10 лет назад я уже показывал виде фотографии как-то неудобно к соседям заглянуть были посажены вот эти деревья вон они видите вот они до сих пор где-то полметра где-то по пояс и опять бери ребята соседям умоляю не белите не занимайтесь херней бесполезно берет и все а здесь а верну возвращаемся вот так еще я хотел показать пример да там мой пример а вот ну еще извините но не могу я вот вы знаете как художник который нарисует картину захочет чтобы весь мир видео вот моя картина видите вот это мои абрикосы вот этот ряд вот это вот вот это мои абрикосы я передавал их через забор и учил садить на холм на холмы передавал так а вот второй ряд вот он смотрите это рыночные в один год посажены знаете каком году в шестнадцатом пятнадцатом они были один год и поэтому я запомнил пятнадцатом покупаю участок сразу сажу косточки стихотолинского от этого самого отбросского вот они красавцы да они уже плодоносят второй год вот или третий уже на третий а вот это он купил на рынке в том же шестнадцатом году смотрите внимательно быть вот где палки там якобы эти якобы вот они такие есть это разница между нормальным садоводством и дебильным которая нам привозят с юга ладно поэтому сказал так а возвращаясь тепловой подушке вы видите склон 1 склон смотрите то здесь есть холм луч когда он есть так вот смотрите а тут практически нет холма но зато есть склон значит здесь не происходит выпривание кардио шейки здесь не происходит выпривание здесь не происходит выпривание так а здесь специально это особо ценно это черный абрикос черный принц смотрите видите а почему засветает а потому что я как сказал первое слово было вспоминаем тепловая подушка вот там запад но сейчас уже по поздно сейчас 5 часов исполнилось да вот там солнце но даже сейчас мне тепло ведь тебе без шапки он могу шапку показать доказать все таки шапки все целый день ходил шапки вон видите а сейчас я взял же снял потому что с лысину греет очень и в этой тепловой подушке что происходит казалось бы все эти дни холодно минус смотрите холодно минус и этот самый порывы ветра порываете тут снегом полчаса снег все бело потом рассмотришь его нету то вас приснился что ли вот вот это есть тепловая подушка и так западный склон вот он добавляет что угол падения солнечных лучей нормальный допустим ну вот какой сейчас можно допустим 50 градусов добавляем 10 по градусов склона 60 считайте что мы переехали на юг ну на 200 300 километров а может быть на 400 благодаря этому я стою мне высину очень хорошо греется был уже был кинуть шапку вот так друзья итак тепловая подушка полная защита от ветра вот солнца достаточно тень нигде не мешает вот нигде не мешает тень с северной стороны защита вот от пронизывающих ветров вот солнце полдень вот там бьет сюда вот и бьет в эти стены и отражается стены выпусть не белая все лень побелить лучше бы белый белить надо не деревья белить надо вот эту вот ограду защиту ну что еще сказать ну еще заодно будут выкопаны и выброшены вот эти вот продали десяток этих самых и самых вот до чего у нас народ не то что верит не верит а просто не хочется иметь саду вот это вот манжурские орехи уникальная вещь одна из ценнейших растений на планете и даже да когда раскалываешь орехи а у них вон там сколько ведет когда их раскалываешь да а там мякоть и видите пишут осторожней они настолько ценные что можно отравиться это как лекарство мы таблетку проглотили да мы же лечимся а если 10 а если упаковку за раз вот так и они там мякоти их настолько цена что нельзя много есть вот ведь до чего дожили и все это будет уничтожено примерно через недельку когда я доберусь надо это выхода нет еще год какие у них корни ничем не взять у меня там есть один такой каждый год вырубаю каждый год за потом за лето два метра мощный скелет опять я его накрывал толстым этим ковром чтобы ничего не летал смотрю ковер начал расти до метра вырос вот так вот это я поплакался вот не нужны ну что ты будешь делать но не нужны орехи маньчжольские людям это ценнейшая вещь я всю зиму их раскалывал ел вот а у кого-то гектары ну посади тут два-три дерева ну что еще здесь видео бочка бочка всегда пуста наполню весной и а потом она стоит почему потому что мне поливать времени нет и сил нет а еще и принцип один из моих принципов не помогать вот так и живем прошлом году дичайшая была засуха невероятнейшая весна лето осень и зима кусочек вот и полил два раза боялся персики погибнут это живы посмотреть еще раз поближе вы тоже не живы это понятно я всегда несколько черенков брал на прививку вот видите черенки брал но другое дело что это будет ли урожай очень меня смущает давайте вместе посмотрим вот видите пока почки живы они конечно хоть тепловая подушка но это не абрикос черный абрикос вот что я показывал рада просыпается еще очередь не подошла очень-очень холодная весна но жива смотрите жива другое дело переживет на весенние заморозки а до них осталось неделя-два неделя-два когда зацветут персики через 10-15 дней жди беды а может пронесет я буду бета я в это верю вот и все что я сегодня хотел сказать а что такое зеленые конечно черёбуха ну вот а вдруг это звонок такой который сейчас отключится прошу прощения начинается моя другая деятельность называется благотворительно все друзья пока надеюсь я вас не засервал этим походом в посаду